Это большое событие, которое позволяет нам действительно сохранить преемственность в изучении этого региона. Фигура Николая Николаевича Миклуха Маклая одна из, наверное, знаковых, если не сказать культовых, в истории нашей науки, то уж абсолютно точно. Прошло 30 лет с момента первого издания «Шеститомника», и очень хорошо, что Николай Николаевич, которого мы видим сегодня, решил осуществить поистине амбициозный проект. Появление вот этого нового издания, оно действительно знаково, оно будет способствовать тому, что мы получим еще, надеюсь, несколько десятков хотя бы ребятишек с горящими глазами, которые поступят на соответствующие факультеты, придут на соответствующие кафедры. То есть это хорошее современное издание, и очень важно, что оно будет как в бумажной форме, так и доступно в интернете. Здесь была большая работа, которая была проведена сразу же коллективом и могучими учреждениями с мировым именем. Это Институтом этнологии и антропологии, это Институтом востоковедения, это фондом имени Николая Маклая, и все это дело выпущено благодаря программной деятельности, благодаря Российскому фонду культуры. В результате вот этого сотрудничества научного появилось хорошее издание, современное издание, которое соответствует требованиям времени. Я считаю, что в дальнейшем труды Николая Маклая должны быть переведены и на английский язык, и на язык Турпиесин, чтобы сами пополосы имели возможность знакомиться с трудами нашего великого ученого. Я думаю, что в дальнейшем эти труды должны лежать в основе учебных и образовательных программ в вузах и даже в средних школах. Книги действительно красивые, интересные и яркие. Эти книги заслуживают того, чтобы они были в таком виде изданы, и Даниил Давыдович, конечно, мечтал об этом. Мне было очень много всего видно, как работали Даниил Давыдович и большая его помощница, преданная, неизменная Людмила Алексеевна Иванова. Конечно, наследие Маклая. Хотелось бы, чтобы это наследие становилось достоянием всего мира. Это издание является своего рода учебником, как нужно вести научные исследования и каким должен быть исследователь-антрополог. Рисунки Миклуха Маклая – это не просто эстетическое, это не просто документирование, это скрытые, каждый рисунок – это скрытое письмо. Я очень рад, что мы можем дать возможности нашим младшим потомкам в дальнейшем пользоваться благодаря электронной версии, потому что теперь это абсолютно действительно доступно для каждого. Продолжение следует... Продолжение следует...